Рада приветствовать вас в телевизионной студии Тукаскопи в Женеве. Мой гость сегодня Фабио Мичензи, и мы обсуждаем тему основных драйверов на рынке. Фабио, добро пожаловать в студию. Джессика, спасибо, что пригласили меня, рад быть здесь. Итак, какие же основные драйверы движут рынками в данный момент? Если упростить немного видение макротренда, я могу выделить четыре основных драйвера рисков. Первый – цикл сырья и его ценовые уровни. Второй – происходящее на развивающихся рынках, в частности в Китае. Третий – безработица в Европе. Четвертый – уровень потребления в США. Я лично считаю, что это четыре основных драйвера риска. Именно они в конечном итоге определят, будем ли мы наблюдать рост или спад, движутся ли экономики к повышению уровня инфляции, или же их ждет беспокойный период дефляции. За последние несколько лет уровень долгонаселения в странах значительно увеличился. Это приписывает сократившемуся уровню дохода людей ввиду увеличения уровня безработицы. Когда безработица становится широко распространенной в стране, возникает много социальных беспокойств, политических беспорядков и неуверенности. Каждый человек сейчас думает, наверное, о Греции. Но нет смысла рассуждать на тему, объявит ли себя Греция банкротом или же выйдет из еврозоны. Потенциально выход Греции из еврозоны теперь начали называть специальным термином «Грексит». Лучше, я считаю, обсудить цикл сырья и чем вызвано падение цен на сырье, что преимущественно произошло из-за замедления роста экономик развивающихся стран. Также неплохо было бы обсудить ситуацию в Китае, который в данный момент теряет свое лидерство в Азии, а Индия все больше набирает обороты в плане роста и увеличивает влияние в регионе. Но больше всего мне бы хотелось обсудить вопрос фиксированной прибыли. Рынки фиксированной прибыли больше всего находятся под влиянием действий Центробанка. Центробанки предпринимают много попыток простимулировать рост экономики, которая пока еще отстает. Они наполнили рынки ликвидностью, но пока я не вижу, что плоды этих действий были ощутимы. После шести лет золотой экономики с мягкими монетарными условиями и умеренным ростом мы все еще отстаем. Несмотря на невероятный избыток ликвидности, мировая экономика все еще будет расти ниже номинального уровня и даже будет сокращаться в некоторых макрорегионах. Это приведет к застою циркуляции суммарных капиталов. Поэтому я не воспринимаю никаких инфляционных рисков, поскольку уже вижу беспокоящие меня сигналы дефляции. О них известны Центробанкам, правительствам и инвесторам. В наши дни инвесторам необходим период стабильности. Рецепт стабильности пока ни правительствам, ни Центробанкам не удается вывести. В the velocity of circulation of aggregate money. This is why I do not perceive any inflationary risk, but rather some very worrisome deflationary signals of which central banks, government and investors are very aware. And what investors need nowadays is a period of stability and decent tilt. A recipe that I'm afraid government and central banks are failing to provide. So how can they be linked to economic difficulties, such as the increase of the percentage? This is a question. In the past, in the past, even the most traditional measures of the stimulus were meant to be an immediate reaction to the economy. If take, for example, the increase of the percentage of the percentage, then for them was a correction of the cost. This, in my opinion, has a positive impact on the export for these countries. The increase of the export, the increase of the consumption of the demand. The demand is, according to the demand, is a significant increase in the demand. Now we move on to the globalization. The actions of central banks, in fact, are воспринимаются как неэффективные, запоздалые и недостаточные. Именно поэтому инвесторам не хватает доверия к возможностям центробанков вывести экономику из рецессии. Пока мы движемся вслепую к неизведанной территории. С мира нулевых процентных ставок мы перешли в мир негативных. Инвесторы на это реагируют весьма скептично. Чтобы двигаться дальше и дать повод для возобновления доверия, даже незначительно положительная новость по экономике продается, так сказать, как поворотный момент. Несмотря на то, что мы живем во время медленного экономического роста, и это может затянуться на долгое время, нет худа без добра. Не во всех макрорегионах дела обстоят не самым лучшим образом. Бытует мнение, что США возглавляют процесс восстановления, поэтому рынки верят, что Федеральный резерв станет первым центробанком, поднявшим процентные ставки. Евроцентробанк и Банк Японии продолжат поставлять дополнительную ликвидность рынкам, что будет смягчать монетарные условия еще больше. Если ФРС удастся повысить процентную ставку, не подвергая риску и без того слабое восстановление экономики, можно будет утверждать, что экономика стабилизируется, и что худшее уже позади. Как действия центробанков могут поверить? Действия центробанков привели к масштабным искажениям рыночного равновесия, что влияет на каждый сектор без исключения. Это может быть неравенство финансового характера, но что больше всего влияет на рынок фиксированной прибыли – маркеткраудинг. Евроцентробанк, например, выкупает 60 миллиардов евро гособлигаций на вторичном рынке. На рынке воцарился тренд покупать европейские облигации и искать прибыль. Ввиду такой концентрации инвесторов на рынке, самые ликвидные кластеры инвесторских секторов стали чрезмерно ликвидными ввиду нехватки ценных бумаг. В таких условиях даже малейшее движение приводит к высокому уровню волатильности. Центробанки полностью осознают риск. После того, как они приглашают всех, так сказать, на свою вечеринку, они должны предоставить стратегию выхода, без создания драмы или, что еще хуже, летальных исходов. В Европе мы видим, что как в центральных странах, так и на периферии риски инвестиций очень высокие, а прибыльность очень мала. Так что же мы можем посоветовать инвесторам? Я бы советовал избегать больших вложений в европейские гособлигации и сократить контакт с третьей стороной, чья комиссия больше, чем прибыль от инвестиций с ее помощью. Фабио, спасибо, что были сегодня с нами. Джессика, рад был прийти и пообщаться с вами. Дорогие зрители, на этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь в Tukascopy TV.